Здравствуйте, дорогие товарищи! Жизнь вносит коррективы в наши планы. Это неизбежно и это нормально. Как всегда, мы один раз в семестр планируем проведение семинарского занятия. Вот, видимо, настало время провести его сейчас. Есть у нас такие темы, острые, дискуссионные, в которых нужно разобраться. И одна из этих тем – это уроки контрреволюции в нашей стране. Когда произошла эта контрреволюция, содержание, когда начался переходный период от коммунизма к капитализму обратно, его содержание, когда диктатура пролетариата была уничтожена, на его смену пришла диктатура буржуазии, вот те вопросы, в которых мы должны разобраться. И главная причина, почему и для чего, да очень простая. Я думаю, все уверены, мы все убеждены, что рано или поздно у нас будет социализм, его нужно будет строить сначала, потом развивать, идти к полному коммунизму. Так вот, совершать те ошибки, которые были совершены в СССР, уже второй раз будет совсем нехорошо и недопустимо. Поэтому эти вопросы можно разобрать. Ну, что из себя представляет семинарская занятия, вы понимаете и знаете, то есть здесь не лекция, не лектор выступает, а выступает с местом. У нас есть уже несколько записавшихся. И для начала слово представляем Ивану Михайловичу Герасимову. Дальше желающие могут записаться. Продолжить список. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи. Ну, сегодня у нас лекция должна была состояться о разгроме оппозиции в СССР в 20-е годы. И наша тема семинара нашего нынешнего, она в парне пересекается с этой несостоявшейся темой. Потому что после разгрома оппозиции она, в общем-то, никуда не девалась. Можно говорить, что после 37-го года она как-то притихла и казалось, что у нас все тихо и оппозиции никакой нету. Но, тем не менее, в 91-м году и даже раньше оппозиция, можно сказать, победила и реставрация капитализма в нашей стране состоялась. Значит, что касается все-таки темы этой лекции, я бы хотел... Семинарского занятия. Теме лекции, которая настоялась, я бы хотел два слова сказать по литературе к этой теме, которую каждый может изучить самостоятельно. Во-первых, вот такая есть фамилия Иванов Всеволод Михайлович. У него целый ряд книг имеется, и в частности, из истории борьбы партии против левого оппортунизма. Это одна книга, в ней серия книг товарища Иванова. Есть еще очень хорошая вот такая книга. Федор Михайлович Ваганов «Правый уклон ВКПБ и его разгром». Она издана в Карелии в 70-х годах очень маром по тем временам тиражом в 5000 экземпляров. Но и тем не менее, она очень хороша, и пожару и аналогичных книг нету. Мы постараемся ее выложить в библиотеку свою, но в библиотеках она где-то может где-то как-то и есть. И кроме того, есть еще художественное произведение, правда, незаконченное. Всеволода Кочетова «Могни и бьют по вершинам». Начало этого произведения, первая книга, была опубликована в журнале «Если мне не изменяет память, Москва». И оно не закончено, но тем не менее, очень сильное, хорошее произведение, где показана вот борьба Зиновьевско-Каменевской оппозиции в СССР, в Ленинграде конкретно, в 20-х годах. Ну и вот если мы вот эти противоречия затронем, то мы увидим, что эти противоречия, эта оппозиция, если можно так выразиться, она началась еще до Октябрьского восстания. Как мы все знаем, в Октябрьскому восстанию предшествовал акт предательства со стороны Зиновьева и Каменева, которые в газете «Новое время» вроде точно не могли, сейчас не скажу, они высказались против восстания, не просто высказались против, но они вскрыли праны восстания, то есть совершили акт открытого предательства. И хотя то, что большевики готовят восстание к тому времени уже было секретом Полишинеля, тем не менее, конечно, этот акт был совершенно гнусный, и после этого Ленин, в частности, настаивал на исключении Зиновьева и Каменева из партии. Защитировал их во многом Сталин. Сталин против этого выступил. Ну и почему вообще такое относительно мягкое отношение было к предателям? Самая жесткая мера предрогалась этой лишь исключением из партии. И Ленин в дальнейшем писал в своей работе, одну из последних работ «Письмо к съезду», что предательство Зиновьева и Каменева не может быть поставлено в вину им лично. Почему так было? И почему вообще Ленин, приехав в Петроград с апрельскими тезисами о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую, с большим трудом убедил товарищей по партии или определенное время оставался в меньшинстве со своей позиции перерастания в социалистическую революцию, революции буржуазной? Это, видимо, здесь, так сказать, это все неспроста. И все эти движения, в том числе и оппозиции в СССР, сначала явные, потом тайные, они имели под собой подоплеку, имели под собой, в частности, экономические интересы. Действительно, диктатура пролетариата – это очень противоречивое в самом себе понятие. Диктатура рабочего краса. Рабочий крас, рабочие, рабочие отдельные, как таковой, не в СИРах принимать участие можно, а управлять государством в какой-то степени он не в состоянии. Потому что разделение труда и на том этапе, и на нынешнем этапе общественного развития, оно не подразумевает возможности для участия рабочего в управлении государством. В управлении государством принимают участие другие. Если мы посмотрим на смену общественно-экономических формаций предыдущих, рабовладельческая формация была сметена во многом восстаниями рабов. Разве рабы пришли после этого к власти? К власти пришли феодары. Феодальная общественно-экономическая формация была сметена усилиями рабочих, ой, не рабочих, христиан, городской бедноты, мягкой буржуазии, ну и рабочих в том числе, в какой степени они были. Именно эти люди гибли в ходе гражданских войн, на баррикадах и так далее. К власти пришла буржуазия. Сейчас вот тоже рабочие непосредственно к власти прийти не смогли. Но и тем не менее человечество дошло до того, чтобы рабочий крас в целом мог бы осуществлять свою диктатуру, свое государство. Посредством чего? Посредством того, что выдвигать людей, которые, находясь на уровне государственного управления, будут заниматься умственным трудом отдельно, это уже будут не рабочие, но рабочие их будут контролировать. Каким образом? В первую очередь, посредством партии рабочего краса, в меньшей степени профсоюзами, а также другими возможными способами. И первое десятилетие советской власти этот контроль пытались добросовестно всякими способами осуществить. Одним из важнейших народных комиссариатов, то бишь министерств по нынешнему, был, как мы знаем, раб Крым, возглавляемый Стайлином, рабочая крестьянская инспекция. Было утверждено понятие партмаксимума, которое отсекало от партии правящей, всякого рода корыстолюбцев, ибо партмаксимум был ограничен 500 рублями, а инженер мог получать и 800, и 1000 рублей, но инженер-коммунист, соответственно, больше получать не мог. Была утверждена такая форма, как шефство рабочих над учреждениями. И рабочие ходили по учреждениям, и во многом эта мера была эффективная, хотя, конечно, многим чиновникам она не нравилась, в том числе и чиновникам с партбилетами. Эти все меры позволили создать задер для короцального ускорения развития нашей страны, ну а самое главное, конечно, здесь, это надо понимать, что это снижение рабочего времени. В этом направлении что делалось? БРА был период в конце 20-х годов, когда была установлена пятидневка, так называемая. Это не неделя, а некий отрезок временной из четырех рабочих дней. Пятый день был выходной. Эти дни не совпадали с неделей, не совпадали с днями недели, с воскресеньем, но тем не менее был установлен такой вот график при семичасовом рабочем дне. То есть можно пересчитать, сколько это рабочих часов было в пересчете на нынешнюю неделю. Потом эту пятидневку все-таки отражили в связи, аргументируя этой военной угрозой, сделалось у нас шестидневка, обычная неделя, шесть дней рабочих, по семь часов. Потом перед войной было уже по восемь, во время войны работали и по двенадцать часов. После войны, в конце 50-х, перешли опять на семидневный рабочий день при шестичасовой рабочей неделе. На этом движение, это таким образом рабочая неделя составляла 42 часа, и движение на этом коммунизму, к преодолению различий между людьми умственного, людьми физического труда, затормозилось. Сейчас, как мы знаем, тогда было 42 часа, сейчас у нас 40 часов, не выше 40 часов рабочая неделя. Реально с своих уроченными она, конечно, больше, но, тем не менее, даже официально. То есть, это движение затормозилось. И это вот явилось одной из основных причин, почему рабочий крас упустил свою власть. Значит, когда началось это, и чем это вызвано? Ну, надо видеть, что, как материалисты, мы должны понимать, что в корне всех общественных явлений лежит экономика. Если при капитализме главной движущей силой капиталиста является борьба за прибылью, за увеличением капитала, за расширением своего производства с целью дальнейшего извлечения прибыли, то какие двигали здесь людьми? В первую очередь, здесь, конечно, как мне видится, противоречие между социальными сроями советского общества, я уже не беру переходный период, я беру именно социализм в его первой фазе, а именно между рабочим красом и интеллигенцией, состояло в том, что интеллигенция обладает свободным временем, в большом объеме, которым не обладает рабочий крас. И вот вокруг этого вся дальнейшая интрига и вертелась. В продвижении к коммунизму рабочий крас был однозначно заинтересован, потому что это веро к преодолению порному различия между людьми, умственными людьми, физического труда, к установлению ситуации, когда никто не мог быть освобожден от производительного труда, в той мере, в какой он оставался, и, соответственно, к кардинальному сокращению рабочего времени до двух часов и менее, когда, в общем-то, о человеке уже нельзя бы рассказать, кто он по этой его форме занятий производительным трудом. Гравный свой труд человек должен был занимать в свободное от этого производительного труда время, занимаясь умственными упражнениями. Собственным разным тем. Были в этом заинтересован рабочий крас? Да, безусловно, и до конца. Брали заинтересованная интеллигенция в таком вот построении коммунизма? В общем-то, на мой взгляд, нет. И это противоречие, оно потянулось еще с довоенных времен. Уже к предвоенным временам, в общем-то, термин диктатура пролетариата, он начал сходить. И продвижение коммунизму уже часто говорили не о построении без красного общества, где никто не будет освободен от производительного труда, а уже говорили, как об обществе всеобщего брагосостояния, где потребление будет ограничиваться только потребностями человека. То, что нашло окончательное выражение в ревизионистской программе партии 61-го года, где коммунизм был сформулирован уже как общество, где материальные брага парьются порным потоком, ну и правда было бы рассказано, что где будут созданы условия для порного всестороннего развития всех членов общества, но вот его бескрасовая сущность тем не менее уже устранялась. Не устранялась, но затмевалась несколько. И что мы видим? В таком построении такого коммунизма действительно было заинтересовано в разной степени все свои советского общества, потому что и рабочему, который получал 250 рублей, было лучше получать 300 рублей, и заведующему кафедрой, который получал 800 рублей, лучше бы было получать 1000 рублей. И тут вроде как бы все шли вместе, все шли заедино, но на самом деле это было не совсем так. И тут в чем, в какие действия предпринимались предпринимались для реализации, для заторможения движения коммунизма, вот можно сказать, для антикоммунистических действий. Но вот приходится слышать, что эти действия предпринимались людьми во всех сроях, во всех красах и сроях общества. И в рабочем красе, и среди интеллигенции. Были люди, которые, носители меркобуржуазной идеологии, которые действовали по принципу дать обществу похуже и поменьше, а взять поручше и побольше. Но такие люди, они были всегда и при первобытном коммунизме, когда там мамонта тащили, кто-то тащил, кто-то за хвост его держал, а потом, когда начинали мамонта резать, этот кто-то там поручше куски себе. Эта проблема не уйдет и припорном коммунизме. И здесь, конечно, надо смотреть на противоречия в интересах людей. Реализовывались они в том числе через усиление, как они реализовывались эти? Во-первых, они реализовывались через усиление товарности. Значит, и вот по товарности говорят, что вот товарность у нас сильно выросла с Косигинских реформ 65-го года. Но давайте посмотрим, есть и замечательная книга Василия Гаврировича Грабина, создателя лучшей в мире пушки, можно сказать, и ни одного целого семейства орудий, как сказал Грабину Сталин после войны ваша пушка спасла Россию. Вот что товарин Грабин вспоминает по 35-й год, как раз время самой романтики первых пятилеток. Значит, он искал заготовку для своих ободов в кузнечном цеху и не мог найти. Начальник цеха ему говорит, вот они лежат как миленькие. Я не мог поверить, обод должен весить около 40 килограммов, а заготовки были килограммов по 1200-1300. Вы не ошибаетесь, спросили ему, это заготовки для иных деталей. Начальник цеха твердо ответил, это и есть заготовки для ободьев. Выбрасывайте, где так затвора по чертежу не должен превышать 700 граммов, а заготовка для него была 15-17 килограммов. Ну и так далее. Почему же кузнечно-прессовый цех на своем первокрасном оборудовании кует такие безобразные заготовки? Чем это вызвано? Оказавшись, цеху задают программу в тоннах. Чем больше по весу он выдав паковок, тем выше его показатели. И кузнечно-прессовый цех из квартала в квартал держал заводское переходящее красное знамя. Его руководители получали премии. А премии а механические цеха принимали к обработке эти заготовки и безропотно грызли их, расходуя много режущего инструмента и времени. Вот это 1935 год. Вот такое проявление товарности. Вот еще одно проявление товарности уже более вопиющее. Летом 1937 года в конце лета как раз вроде бы разгар репрессий там и все такое муха не пролетит. Но вот тот же грабин значит заметят, что пушки его завод выпускает со щитками защитными не из броневой а из простой углеродистой стали. Так делать, конечно, проще. Вот. Возмущенный, жаждущий немедленно выяснить, почему это произошло, я пошел к директору. На мой вопрос Дунаев ответил вопросом. Я на заводе хозяин или вы? Я могу давать любые указания, которые считаю нужными, никому не разрешу их отменять. Никто на заводе не имеет права их отменить. Вы директор, сказали после небольшой паузы. Но это не дает вам права не выполнять требования чертежа, который утвержден заказчиком. Прошу вас отменить это распоряжение, приказать все щиты, изготовленные из углеродистой стали, изъять из производства и снять с пушек как некондиционные. И не подумаю отменять свое решение. Права директора даны мне нахомом, а не вами. А вы вмешивайтесь в мои права, на что вас никто не ополномочил. Пока я директор я буду делать то, что считаю нужным, а вам советую знать свое место на заводе. Я вам не приказываю и не собираюсь вмешиваться в ваши дела, но считаю долгом предупредить, что никто не дар вам права выпускать некондиционные пушки. А я еще предупреждаю вас, что не позволю и не советую вмешиваться в распоряжение директора. Значит, кончилось с тем, что товарищ Грабин сказал по долгу службы я обязан о вашем неправильном поведении письменно сообщить по двум адресам военпреду, чтобы он не принимал эти некондиционные пушки высшие инстанции. Знаете, что этим я вас не пугаю, а сборавляю гораздо больше неприятностей. А было лет от 1937 года, еще раз повторяю, которые безусловно возникнут, а теперь я пойду на свое место заниматься своими дирами. Я повернусь и направился к выходу. Дунаев скоагировал сразу. Подождите, крикнул он. Вопрос еще не решен, остановился. Значит, вы напишете? Ну, конечно, напишу сегодня же. Он задумался. Сейчас же отменят приказ. То есть, вот такие вот вещи были вроде бы в самое вот время романтическое, когда был и Сталин, и были и расцверы определенные, тем не менее, вот так вели себя директора, и это вот было. Что было, то было. Значит, ну, а что произошло, в общем-то, надо сказать, что эту проблему противоречия в социалистическом обществе, как в первой фазе коммунизма, с противоречием интереса, в том числе, это задача прямая, исторического материала, изучать интересы людей, на что она направлена, и как люди в соответствии с этими интересами будут действовать. Значит, эту проблему, она не изучалась. И тут, в общем-то, произошел такой вот казус, что напродили очень много представителей общественных наук, и у нас на прошлой лекции с товарищем Огородниковым была определенная дискуссия, считать ли этикой наукой, вот, и он сказал, так так что, и фирософию не надо считать наукой, но, в общем-то, мне видится, что и фирософия, если ей занимаются неграмотно, это тоже, конечно, не наука, то, чем там занимались, там древние греки на кухне, пока их жен убивали, как он рассказывал, там, это, конечно, не фирософия, это пересуды на кухне, около фирософские. Древнее время автоматически оставило наиболее сильных людей, кого принят называть фирософом, там, Протона, Сократа, Аристотеля, мы их знаем. Сейчас вот ситуация несколько другая. Фирософия – это профессия. Человек, получивший диплом фирософа, идет зарабатывать деньги за это, защищает кандидатскую диссертацию, что является расширенным заявлением на повышение зарплаты, ему зарплату повышают, пишет докторскую диссертацию, ему еще больше зарплату повышают, и в голове у него вот эти диссертации, звание профессора, публикации, но никак не борьба за дело рабочего класса. А он считается депломированным философом, и раз он философ, он занимается наукой. Мне Михаил Васильевич такие ужасы рассказывал, какие там темы для исследований у него на кафедре, какие там семинары проводятся. Ну, это вот бред силой кобыры. А попробуй сказать, что это бред. А вы кухарка, которая вмешивается в дело ученых. А это вот зажим рта ученым. И здесь, так сказать, с этим что-то сделать очень тяжело. А из-под опора рабочего класса товарищи интеллигенты во многом вышли. Значит, ну и вот что мы видим, если подводя сухой осадок, подводя сухой остаток. Значит, каков характер был советской экономики? Я все-таки скажу, что до 1, до 2 января 92 года экономика СССР носила в ЦРМ прановый характер. Вы можете сказать, что там уже были и кооперативы, и частные предприятия, и государственные предприятия уже имели большие люфты, но все-таки еще даже в конце 1991 года действовал ПРАН, были регламентированы государством цены на подавляющее большинство основных изделий. И если учесть, что все-таки основу продукции дают такие отрасли, как топливоэнергетическое, транспортное, крупное машиностроение, а все эти кооперативные, старовые и так далее по сравнению с этим брохи, а деятельность этих крупных учреждений регламентировалась ПРАНом, то все-таки назвать, что сказать, что экономика на тот момент и мера места товарное в целом, я бы ни в коем, так бы не сказал. И что касается, вот говорят, что старт главным показателем прибыль. Это, в общем-то, не совсем так. Вот товарищи, которые так говорят, было бы хорошо, чтобы привели бы конкретное предприятие, какие плановые показатели ему спускались, если как оно их выполняло. Потому что, вот и по рассказам старших товарищей, которых я застал, и уже по тому, что я видел 80-е годы, я уже кое-что видел, и на Кировском заводе работал, главным показателем все-таки было производство в штуках. Танков, пушек, тракторов, кировец все время спускали в штуках. И не только перед войной, во время войны была эта истерика, скажем, по результатам войны на Ближнем Востоке в 73-м году, когда убедились, что число уничтоженных танков там соответствует годовому выпуску советской промышленности, очень сильно напрягли. Все время гнали количество. А количество невозможно гнать без снижения себестоимости. И именно вот этот факт, как мне видится, лежит в основе того, что все время думали о снижении себестоимости продукции, по крайней мере в крупной индустрии. То же самое по тракторам. Я вот летом 86-го года работал на конвейере кировцев строго спрашивали количество. И поэтому давали премии тем, кто изобретал более оптимальные какие-то, как разродить инструмент, как подвести комплектующие, как эти комплектующие загнать. И надо сказать, что производство кировцев было организовано весьма оптимально. Допустим, скратские запасы были где-то на полчаса. Вот если на полчаса опоздает фура из Тихвина с комплектующими, то уже, так сказать, конвейер уже, но они опаздывали вот один раз за полтора месяца, что там такое было. То есть очень четко все шло сразу на конвейер, очень четко все ставилось. И не надо забывать, что Тагильский УРА-вагонзавод был наивысшим предприятием с наивысшей в мире производительностью труда, да и кировцев, между прочим, выпускали 48 штук за смену, 96 штук в сутки. Для второго второго краса это очень много. И в 79-м году, если говорить об их качестве, свыше 900 тракторов было продано в США и Канаду, что с учетом насыщенности тамошнего рынка и краса тракторов это очень большой показатель. Это вот, что касается этих вещей. Ну, а все-таки, почему вот мы укатились назад? Где-то... Я уже иду на снижение, как Михаил Васильевич говорит. Значит, где-то с конца вообще в 60-х годах, да можно сказать, вообще построив социализм, мы оказались в ситуации определенного такого теоретического неведения. Раньше у нас был Ленин. И Ленин, овладевший диалектикой, это, конечно, вот чем я больше изучаю, тем больше проникаюсь. Потому что найти правильное решение и отвергнуть тактику народников в свое время, когда они были самореволюционной партией, и ситуация с Брестским миром, и ситуация с апрельскими тезисами, и ситуация с НЭПом, это надо быть не просто гением, но это надо быть таким гением, который может один за всю историю человечества, чтобы в этих ситуациях найти правильный путь. После Ленина такого не было. И основные уступки, как мне видится, вот отход затруднения на линии построения коммунического общества, они намечились еще до Хрущева. Это отказ от партмаксимума, это отказ от упразднения рабкрина, это отказ от шефства рабочих на предприятиях, это отказ от выборов в советы по трудовым коллективам, это упоминание Сталином о действии закона стоимости в отношении товаров народного потребления, то есть все то, что потом было усилено, оно появилось еще, оно фактически не уходило и появилось с самого начала советской власти. Это нормальные противоречия, бояться здесь нечего, весь мир соткан с противоречий, и это вот оно ушло. В 61-м году произошел отказ в программе партии от диктатуры пролетариата, ну и после этого уже стал вопросом времени, вопрос реставрации капитализма в СССР. Но главное было то, что не знали куда уйти, эти вот сонмища обществоведов, как я их называю, хотя Михаил Васильевич этого не одобряет, он говорит, там были фиросов и политэкономы, ну как-то все, как-то, ну когда фиросов не считал капитал Маркса, потому что вот он фиросов, а не политэконом, ну это на мой взгляд дико выглядит. То же самое, тем более, когда политэконом не считал Гегеля, пытается что-то понять в капитале Маркса, это еще более дико выглядит. Поэтому я все-таки позволю себе употребить слово обществоведы, и были их сонмищи, и они вродили временем, а время, это, как известно, со времен жречества, это сильнейшее орудие для укрепления своего господства, именно время, именно свободное время. И, скажем, если в экономическом институте, как Михаил Васильевич тот же рассказывал, там было два, по-моему, дня в неделю рабочих, вот человек два дня в неделю приходил на работу, остальные дни и он сам развивался. Это, конечно, не пустяк. И вот эти люди не заинтересованы еще раз в построении полного коммунистического общества, нередко полупрезрительно относящиеся к рабочему классу. Да даже и такие, в общем-то, несомненно, люди достойные, как Ельмеев с товарищами Рященко, Рященко-разведчик, фронтовик бывший, то есть там люди достойнейшие, вот писали книгу о преодолении коммунизма, о преодолении различий между людьми умственного и людьми физического труда. В этой книге нигде, ни в одном месте нет необходимости сокращения рабочего дня. Последним, кто написал необходимость сокращения рабочего дня был Сталин в своей работе экономические проблемы социализма в СССР. После этого эта проблема не поднималась. А это свободное время, это важнейший ресурс для закрепления своего господства. Но интеллигенция, как известно, парноценным красом у нас не является, поэтому никакой диктатуры интеллигенции будет не Мадро. В 89-м с 88-го года у нас вновь появилась многоукрадная экономика, появились так называемые кооперативы, так называемые марые предприятия, высших закон о предприятии, которые предприятиям дали свободу, так сказать, уже существенно многоукрадные. В 89-м году мы вошли в ситуацию двоеврастия, когда на виду с коммунистической партией появился совет, буржуазный, прямо скажем, совет, куда были избраны люди открыто буржуазные, и эта ситуация двоеврастия разрешилась в августе 91-м в гестабрации капитализма в СССР. Все, спасибо, прошу прощения за злоупотребление. отняли других товарищей. Так, у нас есть записавшийся Степан Сергеевич. Пожалуйста. В целом, можно, наверное, по большинству вопросов согласиться с кафедры Михаила Васильевича. Просто философия это партийная наука. Она может быть как наука в интересах только рабочего класса, в интересах буржуазии, конечно, ее используют, чтобы запудрить мозг, затуманить и вести в сторону. Поэтому коммунизм, мы знаем, основной признак коммунизма это научность. в марксизм как составная часть входит в философию наряду с политэкономией и научным коммунизмом. То есть философия это кроугольный камень, научный причем, поэтому здесь он немножко загнул. Следующий его тезис про свободное время. Конечно, сокращение рабочего времени необходимого и увеличение свободного это основная задача наша. В этом есть экономический интерес рабочего класса. Но рассматривать просто так, сколастически, абстрактно, вот столько-то часов работали тогда, а вот здесь начали работать столько. Без учета конкретной ситуации это неправильно. Потому что все диктует еще общая обстановка экономическая в стране, в мире. Действительно война наложила свой отпечаток отечественное. Ведь надо было и подготовиться к войне, Сталин говорил, что либо мы догоним, пробежим это расстояние за 10 лет, либо нас со мной. То есть, надо было напрягаться. Но это издержки необходимые, исторические. Сама война, колоссальное разрушение Всего народного хозяйственного комплекса, необходимость восстанавливать. Поэтому это накладывало свой отпечаток и отбрасывало нас в решение этого вопроса. Хотя он стоял, безусловно, должен был быть решен. А теперь переходим к основному положению о переходных периодах. Мы знаем, что есть формации и они исторически сменяют друг друга. Но нельзя сказать, что в какой-то момент времени, например, был рабовладельческий строитель, вдруг раз на следующий день феодальный. Точно так же нельзя сказать, что был капитализм и вдруг раз на следующий день социализм. Есть еще переходный период между этими укладами экономическими. Есть и в прямую в развивающуюся сторону переходный период. Есть какие-то откаты к приходный период и к нежестоящему укладу. Что такое социализм? Это первая фаза коммунизма. Мы под этим принимаем под социализмом где производство организовано на основе общенародной собственности и распределение продукта частично по труду, а частично по потребностям. По труду это заработная плата в зависимости от квалификации от различных нормативных элементов устанавливаем. По потребностям это бесплатное образование, здравоохранение, транспорт дешевый достаточно, квартплата за жилье, бесплатное выделение жилого фонда по потребностям. То есть это есть коммунистический способ распределения. Мы говорим о том, что несмотря на ошибки, которые были допущены и в идеологии, в теории, в экономике, в политике, в руководствах партии, тем не менее это не значит, что допустили какую-то ошибку надпись в программе например, убрали диктатуру рабочего класса, убрали исключили это. И уклад на следующий день перестал быть социалистическим, что убрали какую-то запись где-то. Это ошибка, это безусловно серьезная ошибка, но это можно было бы и поправить эту ошибку. Это еще не значит, что она отразилась на самом укладе, на отношениях между людьми. Тут же на следующий день отношения между людьми в процессе производства и общества стали другими. Не совсем так. Поэтому здесь, несмотря на ряд ошибок, социализм как уклад продолжал существовать. Конечно, есть восходящий вид социализма, наверное, есть нисходящий. То есть движение в сторону капитализма развивается, либо он еще социализм, но уже пошел обратный процесс. Обратные процессы деградации начались с этих ошибок, которые мы перечисляли, подробно разбирали, мы не будем сейчас на них останавливаться. В том числе вот эта существенная ошибка в 61-м году. Но она не единственная. А вот когда можно говорить о том, что социализм окончательно перестал существовать, и начался переходный период от социализма к капитализму. был такой период. Вот так. В принципе, для чего мы это все разбираем? Ну, вроде схоластический такой спор, да? Какие политические или практические результаты мы выясняем отношения? вот Михаил Васильевич, например, который утверждает, есть ряд товарищей, которые эту доктрину поддерживают, что изменил надпись в программе партия, убрал слово диктатуры пролетариата, и значит, уже это не социализм, и там, где это не написано, там социализма быть не может. А там, где это написано, там это социализм. Например, по Китаю. Мы расходимся в основном что-то в Китае, куда они двигаются. Михаил Васильевич утверждает, у них в программе написано, диктатура пролетариата, значит, движется к построению социализма. А мы говорим, вы посмотрите, то, что они говорят, и те ошибки, которые делают. Несмотря на то, что у них это в программе там написано, они двигаются к капитализму. То есть, у них регрессивная ветвь. Поэтому вот здесь очень важно понимать вот это различие причины ошибки и периоды, куда мы движемся. Поэтому мы считаем, исходим из того, что все-таки до конца 80-х годов наверное существовал социализм, как уклад экономический. А с конца 80-х начались проблемы и в производстве, значит, Иван Михайлович об этом говорил, возникла многоукладность в экономике, в распределении. Если вы помните, был настолько перебои с продуктами с первой необходимостью в конце 80-х годов, что стали вводить различные карточки продуктовые и прочее, и прочее. Хотя это отчасти искусственно было сделано, но пошли сбои. И распределение уже пошло не по фиксированным каким-то ценам, а стал возникать черный рынок, какие-то ларешники появились. То есть, кому выгодно был вот этот дефицит вот эти перебои. Было выгодно новому классу, который образовывался, шло класса образования. Поэтому мы говорим, что все-таки можно сказать о том, что до конца 80-х годов социализм был, как экономический уклад. С конца 80-х началась его реставрация, буквально там 2-3 года. И с началом приватизации, с расстрелом Верховного Совета с принятием новой Конституции уже можно говорить о том, что утвердился или вернулись мы в капитализм в исторически определенную ступень. Спасибо. Борис Николаевич, да. Товарищи, ну вот мы рассматриваем вопросы революции и контрреволюции и всегда между революцией и контрреволюцией всегда переходные периоды. Революция это когда меняется класс и переходит другой противоположный класс. Вот несмотря на то, что в 1861 году Александр II подписал указ об отмене крепостного права, то шла борьба, причем эта борьба длительная и закончилась когда? когда пришел другой класс, более передовой после февральской биржевизной революции в 17-м году. И это, конечно, был прогрессивный класс, а предыдущий это архаичный, более устарелый, который отжил свое. И так, когда пришел уже пролетариат как класс и после Октябрьской революции произошло первое рабоче-крестьянское государство и произошла рабочая-крестьянская революция и в голове стал пролетариат. Конечно, он был по отношению к предыдущему более передовой. Но всегда вот эти периоды, они очень болезненные, очень шаткие. И всегда тот класс, который чувствует, что уже может перейти, конечно, может еще и затормозить, и перевернуть, и оставить на своих местах. Потому что проводя политику, а политика это классовая борьба за завоевание, удержание, осуществление государственной власти. Вот эта острота, я думаю, у нас и потерялась после того, как немаленькую сделали ошибку, что была схема, что можно пожалуйста в депутатский корпус выдвинуть из рабочих коллективов завод, фабрика, и фактически можно было, и эта схема работала, отозвать. то потом сделали по территориям. Но, конечно, главная ошибка была, это, конечно, на 22-м съезде в 1961-м году, когда отменили диктатуру пролетариата и построение общенародного государства. Вот это была, конечно, ошибка, и на этом мы не раз вспоминали и ленинское высказывание, что нет никакого среднего, нет никакого народного или диктатура одного класса, или диктатура другого класса. И кто этого не понимает, говорил Ленин, не только на трибуну, но и на собрание пускай стыдно. И называл в одном или идиот, или круглый дурак. Но вот это, я думаю, когда съезд принял решение о построении общенародного государства в 1961-м году, вот не понимали, вот остроты этой не было. И соответственно, как можно было проводить политику, классовую борьбу, но уже никакой борьбы не было. Было заявлено, что социализм пришел, победила окончательно, и если победила окончательно, все, никакой классовой борьбы нет. А, конечно, борьба должна как продолжаться? До полного уничтожения классов. И это активная должна быть борьба. Если этой борьбы нет, вот пошел переходный период, который завершился в окончательном варианте в 1991-м году. И можно ли это было повернуть? Конечно, можно было повернуть. Товарищ Сталин говорил, кадры решают все. Но какие у нас кадры? Вот по роду своей деятельности я работал так, с министром, замом председателем правительства, ну, и вышестоящими охраняемыми лицами. когда работали типа Силаев Иван Степанович вспоминали, Устинов Дмитрий Федорович, это по 4 часа они спали по 5, а кто вокруг обслужил еще меньше. Работали очень энергично. А какие у нас кадры были в верхнем руководстве? это у нас Брежнев, который уже не тянул последние годы, но он слабенький, все уже, силы ушли, ветеран войны, что он мог, какая классовая борьба, уже не мог он возглавить, а Константин Устин Черненко, Антропов больной был, конечно, они вот это и, может быть, и не понимали, вот этой остроты борьбы, но если бы даже где-то и понимали, да сил уже не было, поэтому, конечно, надо вот обязательно энергичных, которые не только разбираются, но и обладают определенной энергией, не случайно во многих странах, чтобы первые лица были здоровыми, и вот я думаю, уроки, конечно, мы должны выносить из этой борьбы, и мы должны понимать, что мы живем в эпоху пролетарской революции, где есть и революции, и контрреволюции, и когда мы после поражения такого, конечно, мы потеряли и страну, и социализм потеряли, конечно, мы должны разбирать, и что мы делаем на семинарах, и очень хорошо, что у нас есть университет рабочих корреспондентов под руководством ректора замечательного такого, у нас есть красный университет, общественные такие университеты не позволяют в этом формате достаточно глубоко разбираться, мощный там везде профессорско-предподавательский состав, и это хорошие площадки, и я думаю, если мы вот так будем действительно углубленного даже в этих университетах только и плюс сами над собой работать, конечно, будущее скоро подойдет, когда и будет новый социализм. Спасибо за внимание. Здравствуйте, товарищ Кургейг Антон Сергеевич, рабочий водитель грузовика. Я хочу поблагодарить Ивана Михайловича за такой обзор, потому что эти исторические моменты нам всегда дают определенную зоркость, мы должны их созерцать, и хорошо, что у нас есть такая интеллигенция, которая нам в этом помогает. И по поводу ошибок, все-таки может быть 61-й год это уже и не была наверное ошибка, потому что можно сказать, что Сталин в 36-м году допустил ошибку, когда значит выборность сделали не от производственных коллективов, а от избирательных кругов. Так как Сталин много дел он подтвердил, и мы не можем сказать, что Иосиф Виссарионович не был вождем пролетариата, и как-то он против народа действовал в определяющей степени. А вот 61-й год это уже не ошибка, это уже такое действие, которое было совершено против диктатуры рабочего класса, потому что диктатура рабочего класса это основное положение в марксизме, которое было выброшено на 22-м съезде из программы партии. И это уже не ошибка, это уже естественное действие, которое характеризует то, что характеризует начало становления буржуазного класса в Советском Союзе. вот и конечно вот по поводу свободного времени это всем признается, что свободное время это конечно важно для нас, мы его должны использовать именно так, как свободное время для свободного всестороннего развития. И эта сфера конечно не должна пустовать, я вот так бы сказал, пустовать тем всякими различными концепциями, идеализмами всякими, которые на иждивении сидят в этой сфере и пытаются перевернуть мир с ног на голову и вменить как-то вот этой действительности, которую мы можем понять только одним, это передовой теорией. Есть для этого наука, которая пользуется методом диалектическим и марксизм нам дает вот эту связь с интеллигенцией, то есть нам рабочим и интеллигенцией опору на рабочих, на рабочих. Мы можем за счет вот этих форм так сказать понимать и действовать сознательно и прогрессивно. Вот я хочу на это обратить внимание, мне кажется это очень важно. Спасибо за внимание. Так, Артем, Тарас, если вы правильно, пожалуйста. Добрый вечер товарищи, Иван Михайлович очень хорошо выступил, мне понравилось, просто я с ним не соглашусь по некоторым вопросам. Он приводил примеры на предприятиях, когда руководитель предприятия, как он сказал, начинал переходить на товарность. Я бы сказал так, что это вопрос именно мелкобуржуазности, то есть само производство в Советском Союзе не становилось товарным, именно директор предприятия создавал условия, при которых он будет получать премию, то есть он работал на себя, делал работу предприятия, чтобы это приносило ему премию. Также есть вопрос 61-го года, в истории, как мы все знаем, нету четкой даты, что мы взяли и перешли в какой-то строй, прямо. Мы знаем, что у нас есть Октябрьская революция и началось построение социализма в Советском Союзе. Также вот именно можно взять дату 61-го года с отменой диктатуры пролетариата, что у нас начался возврат к капитализму, то есть социализм не кончился, но пошел обратный процесс. И, как мне кажется, он именно шел в двух планах. С отменой диктатуры пролетариата пролетариат утратил возможность влияния, грубо говоря, на власть. То есть было забрано право отзыва депутатов, которые или еще нет, я ошибаюсь. Но именно с этого момента мы стали меньше влиять на нашу политическую власть, как класс именно. власть это накладывалось на том, что мелкая буржуазность происходила и на местах, потому что если бы в конце 80-х, 90-х годах у нас не образовались бы люди, которые именно уже обычные рабочие, мелкотоварники, которые начали открывать кооперативы, если бы не сформировалось людей, которые сами хотят получать, работать меньше и получать больше, сама ситуация бы к развалу страны не привела, потому что если так просто брать Советский Союз в 60-м году развалится, но сознание людей не позволяло этому произойти. Все люди были за социализм в большинстве своем. А к 90-му году уже накопилась масса, которая хотела именно быть буржуа, которая хотела жить лучше, чем остальные. А вот насчет философов не знаю, как сказать, это вопрос именно к рабочему классу, как он будет решать. Если рабочий класс посчитает, что такие люди нужны для общества, как, например, скульпторы, искусствоведы, художники, художественные писатели, пусть они будут, если они нам нужны, демократическим образом выбрали, что да, они нам нужны. Если не нужны, тогда откажемся на какой-то период от их услуг. Это же решаемый вопрос, как вопрос насчет того, сколько нам нужно и чего произвести. Это все равно система должна работать на отклик с людьми, потому что как была принята программа партии, что мы заботимся о материальном благополучии и всестороннем развитии личности. обеспечиваем обеспечиваем материальную базу, чтобы они жили хорошо. Не 500 сортов колбасы, но грубо говоря 30-50 чтобы было, чтобы было мясо, фрукты, овощи, нормальная жилплощадь и одежда. И чтобы при этом человек развивался. А вот как Иван Михайлович говорил, личное время его должно становиться больше. С этим полностью соглашусь. Все. Спасибо. Так, у нас все выступающие закончились, поэтому давайте подводить итоги подволения. Ну что, я думаю, что позиции четко изложены. Я думаю, что мы на этом еще не остановимся, будем продолжать. Я бы тоже хотел сказать несколько слов по коренным основным вопросам, потому что опять необъятный мы не в состоянии. Прежде всего, я хочу согласиться с последними выступающими, с Антоном Сергеевичем Кугейко, с Артемом Тарасом, Борисом Николаевичем в отношении того, было ли это ошибкой, когда из программы партии выкинули положение диктатуры пролетариата. Это не ошибка, конечно. Или это такая ошибка, которая имела решающее значение в начале всего уничтожения социализма в СССР. Вот как бы открыли шлюзы, и вот этот мутный поток хлынул и затопил все живое. Ведь что значит коммунитическая партия была правящей? Программа партии давала установки, куда идти и что делать. Я приведу очень простой пример. Они там у меня время ограничено. Вот предположим, полный коммунит в том направлении. И мы туда дружно идем, преодолеваем сопротивление, шаг за шагом, идем, движемся. А тут им дают команду повернуться на 180 градусов и пойти туда. И вот мы сделали шаг туда. Куда мы сделали шаг? Но если там коммунизм, а там капиталин, куда мы пошли? капитализм. Один, шаг, второй, третий и так далее. То есть с этого момента пошло движение капитализм. И были соответственно сделаны целенаправленные действия. И возьмем только один, ввиду нехватки времени, только один ключевой вопрос, это вопрос экономики. Экономическая реформа 1965 года. Понятно ведь, вот в 17 году рабочий класс взял власть, установил диктатуру пролетариата. Создал новое непосредственно общественное производство, форму производства, диаметрально противоположную товарному. Сначала как уклад, затем этот уклад вытеснил товарный капиталистический уклад, стал единым. Мы имеем целом непосредственно общественное производство, но товарность, как отрицательный момент, там остался. Остался. И движение вперед полному коммунизму, оно соответствовало какому пути? Надо было развивать непосредственно общественное содержание и отрицать товарность. Суть экономической реформы 1965 года. На отрицательный момент сделали упор. Я не знаю, какой здесь образный пример ввести. Не дай бог, говорится, здоровый человек, раковые клеточки. На них упор сделали, они стали поглощать здоровый организм. К чему это приведет? К уничтожению здоровых клеток и всего организма в целом. Возьмите документ, он называется «Совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Осовершенствование планирования, усиление экономического стимулирования промышленного производства». Более предмет это теория. В конце 20-х годов был нащупан основное село, главное звено, за которое ухватится, это снижение себестоимости, противовеса затратным показателем. Любый стоимостной объем, денежный объем, прибыль как часть затрат, прибыль это что такое? Часть прибавочной стоимости, а прибавочная стоимость это затраты прибавочного труда рабочих. Для капиталиста прибыль это действительно прибыль, а для рабочих это убыль. Или рентабельность, это то же самое. Так вот, суть этой реформы 65-го года, вот это показатель основной взяли и выкинули. Выкинули из основных над стоимостью и социализм. А вот эти остальные поставили во главу угла. То есть все поставили с ног на голову. Естественно пошел этот процесс. Пошел процесс обратный. А в конце уже 80-х, начале 90-х годов он завершился. Тогда уже и уклады образовались. Это уже коротенький промежуток. А в ходе приватизации произошло юридическое оформление уже прав собственности на тех, кто это совершал. Время у нас закончилось. Ровно 8 часов. Дорогие товарищи, я думаю мы плодотворно пообсуждали и я полагаю мы на этом не остановимся. Поиск истины нам необходим. Спасибо за внимание. Так объявление. Встречаемся через неделю 28 апреля марта извиняюсь я скачу. Значит тема занятия это проект коллективного договора медицинских учреждений. Проводит занятие Бобинов он один из руководителей Просоюза медицинских работников действия. До встречи через неделю в четверг. Продолжение следует...